Как всегда, приветствую вас на канале Бабушка из Америки. И сегодня мы идем в театр, в школьный театр, в драматический клуб. Хай-скул дает представление известного более 20 лет, идущего на сценах Градея, мюзикла «Чикаго». Все роли в мюзикле и оркестр – это ученики хай-скул. Руководитель оркестра, преподаватель школы. На протяжении всего сфектакля играет оркестр школы. Первый показ мюзикла «На Бродвей» состоялся 3 июня 1975 года и стал очень популярным. Мюзикл «Чикаго» Джона Кендера. На либрето драматургов Боба Фосса и Фреда Эбба. Действующие лица – Рокси Харт, Велма Келли, Билли Флинт и другие. Карта балет. Мюзикл «Чикаго» на Бродвее. История о скандалах, грехе, коррупции и славе. Чтобы воплотить свою мечту и стать знаменитой, Рокси Харт хочет использовать связи своего бывшего друга Фреда Кейли. Кейси. Узнав, что Фред ее обманывает, Рокси убивает его. Правда выходит наружу, и Рокси отправляет в тюрьму. Там она знакомится с бывшей звездой Велмой Келли и адвокатом Билли Флинта. Последней помогает Рокси стать знаменитой. Но как долго Рокси сможет оставаться знаменитой, Италия – это популярность, о которой она мечтала. Мюзикл проходит в двух действиях. Участвует карта балет. Действие интересное, захватывающее, музыкальное, театральное, танцевальное. И зрителей с удовольствием поддерживает. Многие песни из этого мюзикла исполняются на эстрадных концертах. Я не видела настоящий мюзикл на Бродвее. Кому-то удалось. Можно посмотреть и в Ютьюбе. Но это действие нам понравилось. Даже Ваня посмотрел отрезки клипы из этого Чикаго с профессиональными актерами. И наши ученики школы, где учатся Ваня, не подкачали. Многие сцены были очень хорошо поставлены. Да и декорации были достаточно оригинальны для мюзикла, для небольшой сцены. Действие мюзикла происходит в 20-е годы 20-го столетия в Чикаго. Одна из главных героин Верна Телли, она была блестательной актрисой Верри Вилли. Ну а сейчас отбывают показания в тюрьме. Встретили знакомиться также с Рокси Хар, которая убила своего любовника от мальчика. И мечтала о глобунной жизни и славе. Однако жизнь ее сложилась вовсе не так. Получилось, что попала прямо в тюрьму. Здесь она встречается с Вэлмой. Они даже дружат, но руководит всем, все организации женской тюрьмы, так сказать, мама тюрьмы, которая знакомит их с адвокатом. И он обещает посодействовать быстрому окончанию срока, если они правильно поведут себя на судебном заседании. Они то дружат, то ссорятся и расходятся, то адвокат снова их сводит и мирит их. Ну вот начинается подготовка к суду. Он убеждает девушку, что если ей удастся сделать из суда шоу, тогда дело в шляпе. Рокси хорошая актриса и в ней получается построить в суде хитрую комбинацию из лаксивой девушки, потерявшей свободу из-за предательства друга и подруги. И что, оказывается, добивается своего оправдания, ее выпускают. Но, к сожалению, слава очень переменчивая, как фортуна. То везет, то стол не везет. Ради популярности, ради минутной славы люди идут на большие преступления, даже на убийства. Так что и после того, как Рокси оправдали на суде, полосы газет заполнены новыми преступлениями. И слава Рокси проходит. Выйдя на свободу, Рокси расстается со своим мужем. Он бросает девушку. И, оставшись одна, Рокси грезит о радостях новой жизни. Ну а в финале мюзикла «Жить-то на что-то надо?» Как зарабатывать кусочек хлеба? Вэлл Май Рокси выступают вместе на сценах Братвея. Вот такой сюжет не замысловатый. Мюзикл, конечно, для взрослой аудитории. Ну и, как любитель мюзиклов, считает, что это одна из лучших постановок стейджа. Вообще, лучший мюзикл без оговора. Каждый артист – солист. Совершенство жестов, движения, классики, вокала, живого оркестра. За это очень подкупает живой оркестр. Это настоящий непроизводительный поп-фосик. Считается отличной музыкой. Самым интересным сюжетом для взрослых. И реальный. Лучший вечер, если вы любите мюзикл. Фильм получил шесть оскаров. Фильм по мюзиклу «Чикаго» получил шесть оскаров. Очень знаменитые песни исполняют их многие вокалисты. Напишите свое мнение. Видели вы? А если не видели, посмотрите. И фильм, и сам, и мюзикл. Я считаю, что исполнение учеников достаточно профессиональное. Они занимаются в клубе драматическом несколько лет. И в раскладе уже готовые артисты. Многие имеют еще дополнительное музыкальное образование. Музыкальные школы или школы вокала. Нам понравилось. Было весело, интересно, музыкально. Театрально. Я вообще обожаю театр. Адвокат нам особенно понравился. Студент. Ученик школы, старшеклассник, выпускник. Многие продолжают свою театральную деятельность. При многих университетах. У нас же в нашем университете есть клуб драматического мастерства. И те ученики, которые поступают в наш университет, продолжают там заниматься. Мы ходили на спектакли, где некоторые школьники там уже участвуют. Конечно, здесь интересная сцена. Вот так, как адвокат Блин учит Рокси вести себя на суде. Она должна повторять все, что он ей говорил и чему ее учил, чтобы одержать победу и получить освобождение. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 КОНЕЦ Как говорила автор спектакля Морин Откинс, «Дынга Бака», «Задорный смерть», «Кабаре», «Пушки и руль», «Сирень» – все это своеобразная романтика в 30-х годах прошлого столетия, нашла отражение в спектакле. Через пресну первозрения автора она словно задает вопрос, на что мы готовы поотдирать славу. Ёдные и прекрасные девушки-певицы Рокси Харт и Велма Келли шагнули слишком далеко за грань дозволенной. Авантюристы по своей натуре они впутывают в свое окружение весь кулак и вовлекаются на ноги, неожиданно на снег, где ставки крайне высоки. Вся эта череда ярких и живых лиц, песен и танцевальных лиц вспыхаются в один другой клубок, финалом которого становится, но вопрос, да, я добилась всего чего хотела, но какой ценой, какой ценой. Ну что ж, наш спектакль подходит к концу, актеры все счастья, любопытные, аплодируют живому оркестру, зрители тоже в восторге. Зрители многие родители, бабушки и дедушки, друзья, поддержка, все свистят, кричат и радуются, мы тоже довольны. А всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok